Все обетования на стороне непорочных людей. Время лютое. Друзья, было лютое время. И 30-е годы, и блокада Ленинграда, и Левашовская пустошь. Вот здесь, в 10 километрах от города Ленинграда, находится в лесу. Массовый мальгильник, где были только лишь за один год расстрельно 40 тысяч человек, из которых мы нашли около 100 имен членов Петербургской Ленинградской церкви. В Москве Бутовский полигон, где лишь за один год было расстреляно 27 тысяч, 29 тысяч по официальной статистике. Но к этой статистике можно еще один ноль прибавить, там будет правда. И вот эти полигоны, массовые расстрельные кладбища были в каждом областном центре, в каждом городе, где покоятся тела наших братьев и сестер. Даже по самой скромной статистике, но достоверной, мы имеем такую цифру, что из двух союзов, евангельско-баптистского и евангельских христиан из союза баптистов, не вернулось из тюрьм 26 тысяч человек, братьев и сестер. 26 тысяч. Каждая из семья получила просто потом справку о том, что ваш муж осужден без права переписки на 10 лет. А так писали только потому, что его уже в живых нет и не с кем переписываться. Это было такое зашифрованное, арестовывали и расстреливали через неделю. Рядом с домом описали, что осужден на 10 лет. Это было время лютое. В Ленинграде были арестованы братья, и потом семьи остались без отцов, началась война, блокада Ленинграда, когда люди миллионы умирали от голода. А вы знаете, что ни один ребенок в семье арестованных братьев, лишившийся кормильца, не умер от голода во время блокады. Знаете почему? Потому что в основном все эти семьи после ареста отцов были высланы из Ленинграда за 101-й километр. А как только были высланы, началась война. А Бог позаботился уже об этих семьях, чтобы они жили в достатке, там была и картошка, там все было в этих домах. В то время, когда миллионы умирали в Ленинграде во время блокады, Бог позаботился о времени лютом. Не будут они постажены во время лютое. Рассказывают в семье Шалашова Александра Афанасьевича. Я разговаривал с его, беседовал с его дочерью, она уже в преклонном возрасте, старица, живет в Макеевке. В семье Шалашова Александра Афанасьевича было 14 детей, и только четверо детей остались живыми, потому что умирали от того, что либо при родах, либо недоношенные дети, либо мать корчевала пни, вырывала корни какие-то, чтобы прокормить себя, и тяжелые работы никак не получалось до нашего детей до конца срока, и дети умирали мертвыми в природах в основном. И вот он был осужден в 1935 году. Семья их жила на берегу реки Терек в Моздоке. А он был Александром Афанасьевичем в свое время кузнецом. И однажды на кузнице он поранил позвоночник. И носил корсет, который зашнуровался здесь на груди, корсет, который делал позвоночник неподвижным, и за счет этой неподвижности он мог ходить. То есть корсет туго затягивал, вот ту поврежденную часть позвоночника на груди зашнуровался, и он мог двигаться, хотя травма была серьезная. А когда он попал в тюрьму, а в тюрьме шнурки иметь нельзя. Это такое общее правило. Шнурки иметь нельзя. Ни на обуви, ни в ее них сделали личный обыск. И этот шнурок с корсета отняли у него. Нельзя. А когда шнурок отняли, то корсетом пользоваться не мог. Смещение позвонков, полный паралич, и только лишь голова и кисти рук двигались. И он пять лет пролежал в тюремной больнице без движения, и полностью парализованной. И вот он там по-своему страдал, лежал в харьковской больнице, а семья его в это время, лютое время переживала. Война, голод. Было время, когда она говорит, в нашем доме дети любили петь. Обычно перед обедом, перед ужином соберемся, поем. Наступило такое время, когда все закончилось. Дрова, дров не было, тепла не было, холодно, мука закончилась, запасов в продовольствии нет. И наши песни говорят, умолкли, мы перестали петь. И однажды мама собрала детей, и говорит, детки, помолимся, чтобы либо Господь нас всех к себе взял, чтобы я не видела смерти каждого по отдельности из вас. Мне будет тяжело это пережить. Либо чтобы Господь нам послал хлеб насущный. Помолились, Господи, хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Или возьми нас всех к себе. Прошло некоторое время, заходит в дом теченец, у детей спрашивает, а где ваши родители? Они говорят, Маша, мама болеет, лежит там на коечке, больная. А ваш папа где, в тюрьме, он служитель церкви, за слово Божье. Он подошел к больной жене и говорит, ну, говорит, ты мне своих, дай мне своего сына. Не переживай, мне Аллах к тебе послал. Говорит, я, говорит, накормлю вас. Мне Аллах сказал, чтобы я вас накормил. Берет старшего сына, ему 12 лет, ведет с собой, купил арбу, чеченская арба, дров, и говорит извозчику, куда этот мальчик покажет, туда и привези. И прямым путем этот извозчик привозит дрова во двор. Потом опять его берет с собой. А он был хозяином столовой. И подводит его к хлеборезу и говорит, вот в конце рабочего дня вот все крошки, какие у тебя остаются, крошки хлеба, да, все крошки отдавай вот этому мальчику. Если, говорит, ты будешь ему отдавать много, у тебя будет достаточно много, чтобы прокормилась их семья вот этими крошками, то, говорит, тебе Аллах 70 грехов простит. И хлеборез старался. Старался. А где крошки, там и горбушки, там и кусочки хлеба. И вот они говорят, мы этими крохами выжили. Мы за счет этих крошек живыми остались. Мы питались этими крохами. Говорит, сам Бог послал к нам. Он был нашим кормильцем. Не будут посты жены, люди непорочные во время лютая, и во время голода будут сыты. Так сказал Господь. Так сказал Господь. И наблюдай за непорочным, ибо будущность такого человека есть мир. Лютое было время и в 60-е годы, друзья. Я так иногда думаю, хорошо, что я не родился в 40-х годах, хорошо, что я не родился в 30-х годах. Мне не хотелось бы жить в то время. Я так по-человечески часто думаю. Чем больше читаю об этом времени, тем мне меньше хотелось бы в то время жить. А с другой стороны, думаю, слава тебе, Господи, за то поколение, которое тогда родилось, тогда жило. И хранили тебе верность, и были непорочными, и ты их хранил во время лютая. Слава тебе за поколение наших отцов, дедов, которые хранили тебе верность. И вот, продолжая вот эту летопись движения духовного и противостояния, я бы хотел бы еще один документ зачитать. Он был составлен 31 мая 1966 года. В 31 мая 1966 году был составлен план мероприятий Совета по делам религии по усилению борьбы с незаконной деятельностью отколовшейся части евангельских христиан-баптистов. Этот план был направлен в ЦК КПСС в отдел пропаганды для пресечения и усиления борьбы с незаконной деятельностью отколовшейся части ЕХБ. И вот этот план, друзья, был составлен, он состоит из 11 пунктов. Он был одобрен на самом высшем уровне, согласован со всеми спецслужбами и карательными, судебными и карательными инстанциями, фискальными органами. Я только прочитаю последний 11 пункт, не буду все читать. Совет по делам религии считает необходимым принять самые решительные меры по пресечению этой незаконной и вредной деятельности в этих целях провести следующее мероприятие. Пункт 11. Считать целесообразным, рекомендовать Всесоюзному Совету Евангельских христиан-баптистов усилить работу среди отколовшихся баптистов, разоблачая их вожаков как провокаторов и нарушителей советских законов. То есть они должны были приходить как духовные работники в нашей церкви, увещевать с Библией в руках по благословению ЦК КПСС, увещевать, что этим путем идти не надо, это воздушные замки, это несбыточные программы, это путь не угождения Богу, а просто вот и вот такое все, чтобы как-то размежевывать народ Божий, чтобы усиливать единство в своих рядах. Дальше. Разрешить всех Б провести в октябре текущего года сосыв Всесоюзного Съезда ЕХБ. Такой съезд должен явиться действенным средством в ликвидации подпольной деятельности среди баптистов. Пункт Б. Издать в текущем году Библию, сборник духовных песен, церковный календарь, увеличить тираж журнала «Братский вестник», организовать библейские курсы для подготовки в соответствующем направлении пресвитеров. Вот до сих пор нельзя было издавать Библию. Нельзя. Но как только начали переходить в наше братство из регистрированных общин, сразу можно, чтобы там задержать, чтобы этот переход прекратился. Все уже можно, все. И Библию издать можно, и курсы богословские, но чтобы только не было перехода, чтобы как-то удержать на этих греховных позициях. И вот когда вот тут Господь стал благословлять, тогда и там свободы появились. Мы благодарны Богу, что там есть Библия, что там появился достаток Слова Божьего. Мы благодарны искренне. Но кто-то должен был встать в проломе, чтобы и там благословение это было. Мы рады. Мне очень дорого вот это выражение, которое было написано в одном из документов нашего братства, что мы не ставим знак равенства между руководством и рядовыми детьми Божьими в регистрированных общинах, говорим, что это наши братья и сестры. И мы их приветствуем как братьев и сестер, не ставя знак равенства. Рядовые члены церкви, которые хранят себя неоскверненными в той среде, это наши общие ряды в Царстве Божьем. И мы рады, что в той среде Господь послал Библию. Хотя это было как инструмент борьбы, чтобы ликвидировать деятельность Совета Церкви, организовать библейские курсы. А вы знаете, что здесь интересно? Библейские курсы надо организовать для подготовки в соответствующем направлении пресвятеров. А в каком направлении? Вот анкета, которую должен был заполнить каждый курсант библейских курсов, ответить на эти вопросы. От того, как он ответит на эти вопросы, значило, ну как бы были последствия, будет ли он зачислен или нет. И какие тут заложены в анкете были вопросы, как бы тест на проверку лояльности, ну, фамилии, имя, отчество. Потом, имеется ли разделение в вашей церкви? Если да, то какое? Какое участие вы принимаете в создании единства верующих? Как вы смотрите на деятельность Совета Церквей? Как вы смотрите на деятельность всех б вообще и по вопросу единства в частности? Считаете ли вы устав ЕХБ соответствующим Слову Божию и вполне удовлетворяющим жизнь и служение церквей? Считаете ли вы правильным проводить работу в церквах в соответствии с законодательством о религиозных культах? Как вы смотрите на несение военной службы и участие верующих в общественной жизни страны? Какое ваше отношение к всесоюзным съездам ЕХБ? К их решениям и гражданским вопросам? Вот на основании того, какие будут ответы, дальше уже решалось зачислять их на библейский курс или нет? И дальше уже шла работа в соответствующем направлении. Вот еще интересно, интересно, друзья, что когда Господь нас благословлял в наше братство, когда Бог начинал и их благословлять, то есть они как бы старались в догонку уже идти, веры не хватало, а когда тут что-то в Дух Святой делал, тогда они говорили, это и у нас должно быть, если у нас этого не будет, то верующие будут к ним переходить, а это будет нежелательно, и мы не сможем нашу молодежь удержать. И что же, вот музыкальный хоровой отдел в нашем братстве, музыкальное хоровое служение, это было и есть, друзья, это жемчужина, это благословение для всего нашего братства. И вот когда первые курсы, ригинский семинар прошел всесоюзный в 76-м, потом в 77-м году, вы думаете, это только было благословением для нас? Нет. Вот документ от 6-го января 78-го года. Совет по делам религии. Считаем необходимым сообщить вам, что по имеющимся у нас сведениям вожаки Совета Церкви организовали заочные библейские курсы и курсы регентов. Только в 77-м году регентские курсы закончил 61 человек из 44-х городов и поселков страны, в том числе и перечисляются города. Просьба иметь это в виду при организации работы по пресечению деятельности сторонников Совета Церкви. В случае обнаружения каких-либо дополнительных сведений об этом просим проинформировать Совет заведующий отделом Совета товарищ Тарасов. Прошли ригинские курсы 61 человек. Слава Богу, в трудное время, когда были окружены мы со всех сторон учились искусству пения, братья действовали верою, в трудных условиях, в нелегальных условиях. И вот смотрите, что было дальше. Как только это стало достоянием официального союза всех Б, и как только об этом узнали органы власти, они поспешно изменили, собрали съезд в 79-м году, изменили свой устав, и в устав внесли пункт, что мы тоже будем проводить ригинские семинары. Я прочитаю документ на эту тему. Это очень интересный материал. Это уже документ, подписанный Бычковым и Клименко 30-го. Что здесь написано? Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов в соответствии с уставом всех Б от 79-го года, пункт 9, параграф Д, просит Вашего разрешения на проведение трехдневного семинара композиторов и поэтов, намеченным на 25-е ноября. То есть в 79-м году изменен был устав. Если этого есть у Совета Церкви, почему нам нельзя? Они проводят. Почему мы не можем проводить? У нас неграмотные ряды в музыкальном отношении. Мы тоже должны поспешно организовывать что-то. И вот они уже пишут, только если мы действовали верою, если мы ни у кого не просили, мы зависимы были от Господа, то они уже обращаются в Совет по делам религии. И в Совет по делам религии ничего не оставалось делать. Вы знаете, вот еще интересный документ на эту тему. В церквах евангельских христиан-баптистов хоровое пение является одной из частей богослужебных собраний. В настоящее время имеется большая нужда в проведении семинара с регентами центральных церквей, ЕХБ Российской Федерации. Просим Совет по делам религии разрешить нам провести семинар в городе Москве. На семинар предполагается пригласить 30 регентов. План проведения семинара. Ну там, темы рефератов, церковные, общие хоровое пение, регенты и хористы, правильное отношение руководителей пения и музыки в церквах ЕХБ к общенародной и классической музыке. Дальше, законодательство о религиозных культах, международное положение с СССР, лекция из общества знания, всемирный парламент борцов за мир и участие церквей в миротворческой деятельности, лекция и совета по делам религии. Это план проведения семинара с регентами церквей центральной части России. Дальше, интересно, примерный перечень лекций на семинарах регентов и композиторов. Четыре цикла. Здесь подпись Михаил Житков. И что же он предлагает? Первое. О международном положении, национальная политика советского государства, экономическая и продовольственная программа правительства СССР, 26-й съезд КПСС о дальнейшем укреплении правовых основ государства и общества, единство конституционных прав и обязанностей в развитом социалистическом обществе, человек и космос, искусство и современная идеологическая борьба, беседа о законодательстве, о религиозных культах. Это перечень лекций на семинарах регентов и композиторов в четыре цикла. Друзья, ужас, конечно, с одной стороны, а с другой стороны, ну, что-то там все-таки преподавали, все-таки, я надеюсь, что что-то там все-таки и было, имеющее отношение и к регенскому искусству, к служению. То есть, как только тут Дух Святой нам что-то давал, и там менялось, и там менялось. Но свободу надо не просить у сильных мира сего, свободу надо брать верою. всякое место, где вступит нога ваша, оно будет ваше. Вот так наши братья действуют. Они брали верою. Верой организован был МХО в трудное время, верой эти семинары были организованы, как Дух давал провещевать, как Бог вложил на сердце братьям, проводили как могли, все брали верою и никогда никому никаких записок не писали. Позвольте нам плавать лекции из общества знаний, пригласим лекторов с вашим участием, конечно, будем воспитывать их лояльными по отношению к Советской Конституции. Никогда никому благодарность только Богу. И, друзья, вы знаете, Господь таким путем провел, что мы сегодня дожили и до таких семинаров всесоюзных, на которых мы сегодня присутствуем. Но за это большая цена была заплачена. Статистика гонений за весь период с 61 по 86 год. Было всего арестовано и осуждено 1046 человек. И общее число лет осужденных примерно 5000 человек за четверть века. 5000 человек было заплачено за эти семинары, библейские курсы, за свободу воспитания детей и молодежи в учении Господнем. Разве это не внушительная победа? Господь нам это дал. Благодарение это Богу. Будущность такого человека есть мир, как мы читали о пути непорочности. Однажды братья писали такие слова. сильные миры планируя окончательное уничтожение веры, считали, что для борьбы с церковью не понадобится много сил и предрекали ей скорую гибель. Но когда мы вслушивали слова Господа, звучавшие в сердце, дана мне всякая власть на небе и на земле, в душе отзывались торжественным эхом другие слова Христа. Вот, даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Опираясь на слово Господне, мы обретали уверенность и знали, что со Христом одержим полную победу. И хотелось, друзья, еще о пути. Так Господь открывал путь нашим братьям, что в 76-м году на Всесоюзном Совещании Союзной Церкви была выработана программа семикратной непоцензурности Церкви Христовой. 76-й год. Путь Господь открыл, но он получал развитие. Он получал развитие. И это очень важная веха. Значит, программа семикратной непоцензурности Церкви Христовой, а именно непоцензурность Совета Церкви, его отделов и документов, непоцензурность братского журнала, бессензурность издательства христианин, бессензурность Совета Ростников Кузников, бессензурность областных, межобластных советов, поместных общин, а также всей их документации. Эти требования, они полностью оправданы законом, писали братья. Это восстановление попранного вероисповедного принципа. Независимость это требование Евангелия. Да воцарится Христос, единственная глава Церкви, и да не будет у Него соперников ни в нашем лице, ни в лице внешне. В гражданских вопросах не наша сфера, там власть кесарей, там и его поданные. Мы не должны вторгаться в дело политики, будем очень строги к себе, что в нашей жизни было только то, что соответствует здравому учению о Церкви Божьей и требованиями гражданского правопорядка. То есть, когда раньше ни один съезд не мог пройти без присутствия работника НКВД на съезде, и без подписи, что план повестка съезда одобряется, теперь Церковь обрела полную свободу. Мы бессензурны, мы неподотчетны внешним. Церковь должна иметь тайну внутри себя. Человек верный хранит дело, таит дело, написано в книге Притч. Человек верный таит. И внутренние церковные дела это тайна для внешних. Церковь не должна быть прозрачной перед внешними. Года четыре тому назад, когда были взрывы домов в Москве, органы ФСБ подсуетились на этой волне и потребовали от всех зарегистрированных общин списки церковные, всех членов Церкви, состав семьи, кто где живет. И вот один мне диакон рассказывал, позвонил мне работник ФСБ и говорит, срочно в течение трех дней принести нам эти списки. Я говорю, наш пресвитер, он в отъезде, я без него не могу решить этот вопрос. Срочно созванивайся с пресвитером, три дня все церкви уже сдали, мы должны проверить, нет ли у вас террористов, не прячется ли под крышей религии какой-то там террорист, мы должны быть, мы должны знать всю информацию о списках церкви. Я говорю, я звоню пресвитеру и говорю, что мне делать, от меня требуют церковные списки. А мне пресвитер отвечает, у нас от ФСБ секретов нет, у нас от ФСБ секретов нет, все, что они вам говорят, делайте, ну, дайте, я понес, по просьбе пресвитера отнес эти списки и сразу же заявил о выходе церкви. И со своей семьей семеро детей он пришел к нам в церковь. Вот эта позиция, у нас от ФСБ секретов нет, друзья, а у нас есть секреты? А церковь должна иметь тайну от внешних? А какое домостроительство церкви, а какое должно быть положено туда? Как Господь усмотрел, как церковь должна? Она не должна быть выше кесаря, она и не должна быть под кесарем. Если церковь выше кесаря, как Папа Римский, который пытался избирать, там, поставлять царей, повладых, сильных мира сего, это позорное положение. Это неверено церкви вести войны, благословлять, вести оборону страны и так далее, заниматься политикой, это неверено церкви. А когда церковь под кесарем, это оскорбительно для Духа Святого, потому что даже все международные правовые институты признали единственно правильным положение церкви, царство мое не от мира сего. Церковь вне кесаря, вне государства, она не должна быть лояльной, она должна быть нейтральной. Только это положение удовлетворяет нашего Господа. Церковь поэтому и должна иметь тайну внутри себя от внешних. Это позиция, когда гнилые бревна были положены в основу домостроительства церкви. Церковь сотрудничает с государством, церковь не имеет никаких секретов, а мы имеем секреты. А всякий, кто окрывает эти секреты, должен быть отлучен от церкви. Это наша позиция, не наша, это позиция Духа Святого, позиция библейская. И вот эти попранные принципы, они были восстановлены, конечно, вот такой тяжелой ценой, слава Богу, что наше служение, оно по цензурной Духу Святому и церкви. Принцип закрытых отношений с внешними и открытых отношений перед церковью пришли к своим и рассказали. Все рассказали, церкви надо рассказывать, а внешне нельзя рассказывать. И вот, друзья, дальше. Я помню, для меня лично было большим благословением, когда 3 августа 2003 года на нашем членском собрании в Москве был Геннадий Константинович и объяснял принципы узкого пути. И он сказал такие слова. Для меня они были очень важными. Я их записал и хотел бы вам прочитать. Мы сегодня говорим, а что такое узкий путь современных условий? Гонений нет, тюрем нет. С нами встречаются из регистрированных общин. Какая между нами разница? У вас детские лагеря, и у нас. У вас семинары, и у нас. Вы благовествуйте им. Да все, давайте то время забудем, как страшный сон. У нас все общее. Друзья, а какая разница? А в чем принципы узкого пути? Конечно, бывают разные крайности. Кто-то выдумывает всякие самодельные пути, бывает так, что кто-то понимает, что надо уузить узкий путь. Не надо его уузить, и не надо расширять. Есть четкие требования писания об узком пути. И мне хотелось знать какой-то универсальный подход к этому вопросу. Как мыслят братья, которым Бог открывал в 60-е годы, как они сегодня это мыслят, но чтобы как что-то твердое, чтобы оно было сообразно и со здравым учением, и со здравым смыслом, и понятное вот такого уровня, чтобы соответствовать статусу Международного Совета Церкви. Наше братство сегодня международное. И если принципы перевести на все языки мир, чтобы было понятно в любой точке мира, что это действительно не самодельные какие-то пути, а это действительно библейски обоснованно. И обоснованно и со здравым смыслом. И вот то, что я услышал, оно мне было очень дорого. И я думаю, я получил ответ на все свои вопросы. И то, что было дорого для меня, я хочу и вам прочитать. Потому что Бог открывает пути свои не каждому. И не Арон он открывал свои пути, а Моисею. Есть сосуды избранные, которым Бог открывает, а все остальные должны просто покоряться и понимать, что вот это и есть тот путь, который Господь определяет, соответствующий здравому учению Писания. Он сказал такие слова. Мы, простые братья, идем 42 года держать за руку Божью. В Америке на братской конференции мы сказали, братья, у вас есть доброе желание идти вместе с нами одним узким путем. Но это возможно при соблюдении пяти условий. Первое. Телевизор – это грех. Это садом в каждом доме, в каждой семье. Разврат нам на блюдечке преподносится с утра до вечера. Второе. Планирование семьи – это грех душегубства. Если смешанная семья, а супруг неверующий, то Господь в милосердии своем говорит, дети ваши святые. Детей, предназначенных к святости, ко спасению, мы иногда планируем уничтожить. Мы привыкли к тому, что женщин повсеместно кастрируют, и это делается по всему миру. Руководители церквей, союзов сегодня учат тому, что лучше их знали повивальные бабки, имея страх Божий. Если мы от этой скверны не освободимся, не начнем ходить в покаяние перед Богом, мы не выживем. Третье. Регистрация церкви – это грех. И в России, и в Америке. Церковь должна иметь тайну от внешних. Ибо Христос сказал, царство мое не от мира сего. Четвертое. Экумения – это грех. Господь молился о единстве, но не об экуменическом единстве с миром, с политикой. Он сказал, да будут в нас едины, то есть в триединстве Божьем, а мы в стороне от Бога стоим и единство ищем политического без покаяния, без очищения, но с лозунгами Украина для Христа, Россия для Христа, и при этом забыли Духа Святого, которому нет никакой замены электронными волнами. Дух Святой обречит мир о грехе, и если он этого не сделает, тогда телевидение, интернет, и лозунги нам не помогут. Если Дух Святой не обречит мир о грехе, наше фальшивое единство с харизматами – это скопище сатанинское. Бог в первоапостольской церкви обходился Духом Святым без радиоволн, без интернета. У нас нет электронного Бога, нет интернет-церкви, это суррогат. Братья, берегитесь этой подмены. И пятое. Судить грех в церкви, ибо внешних судит Бог, а внутренних судите вы. До тех пор, пока церковь судит грех внутри себя, в комбо он не был, великих, знатных, в простых или немощных, она имеет право называться церковью. Когда церковь перестает судить грех, лицемерие, берет вверх покровительство греха, тогда она становится просто общественной организацией. Ну, эти пять пунктов, я думаю, это к тем пунктам, которые уже были изложены за 40 лет, потому что есть еще и много других принципов, которые уже были раньше изложены. Но это то, что актуально, особенно сегодня, когда церковь в условиях свободы находится. Я очень благодарен Богу, лично я, за то, что узкий путь, он и сегодня определяется, верно. И братство не сбилось с пути, и сегодня много недобрых голосов. Братство потеряло узкий путь. Братство распадается, Совет Церкви распадается. Ничего не распадается, друзья, ничего не распадается. Слава Богу, что братья верно видят, этим путем ведут народ Божий, и этот путь, который Господь открыл, его просто нужно сохранить. Пусть Господь нас благословит в этом, Ему слава в веки веков. Книга притчей, 13 глава, 14 стих. Учение мудрого, источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Кажется, так мало сказано, и мы, это почти стих, который можно прочитать с короговоркой, и не обратить внимание, что это бездна, богатство и премудрость и ведение Божия. Бездна, потому что бездна, как мало сказано, но как много смысла, божественной глубины в этих стихах. Учение мудрого, друзья, чем определяется мудрость? Любовь определяется жертвой, расстояние определяется километрами, вес определяется тоже, есть свои измерения, килограммы, тонны. А чем измеряется мудрость? Друзья, мудрость измеряется степенью удаления от сетей смерти. Если человек спасенный не удаляется от греха, от сетей лукавого, от господствующего в мире обольщения, растления похотью, у него нет мудрости вообще. Если он немного удаляется, на небольшое расстояние, у него немного мудрости. Если он удаляется, как можно дальше, занимает самую крайнюю позицию, у этого человека очень много мудрости. Мудрость определяется степенью удаления от господствующего в мире растления похотью. Она определяется не дипломами, не знаниями иностранных языков, не степенью богослова, магистр, бакалавр, доктор. А вот теперь, друзья, хотелось бы еще в новом завете обратить внимание на эту же мысль, что вы прилагаете к этому все старания, чтобы показать вере в ваши добродетели. Раньше при поверхностном изучении Писания, я так думал, что все старания надо прилагать к тому, чтобы в вере показать добродетель. Но я вот думаю, что если мы внимательнее изучим этот текст, то видим, что эти слова, они относятся к тому, что было написано выше. Приложить надо все старания к тому, чтобы удалиться от господствующего в мире растления похоть. Вот если человек не удалился, у него не будет успеха в вере, он не достигнет успеха в познании Господа. И в первом послании Петра, 2 глава, 11 стих, «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на истину». Братья и сестры, есть две позиции. Есть позиция уклоняться от зла, и вторая позиция удаляться от зла. Какая позиция Богу больше нравится? Кому Бог благоволит? Обратил ли ты внимание на раба моего, его ва который удаляется от зла, не уклоняется? Вот Лот уклонялся, а Авраам удалялся. Лот жил по такому богословию, его такое учение у Лота было жить в Содоме, но не по-содомски. Уклоняться от господствующего в Содоме этого растления. А у Авраама другая доктрина была, там другая богословская школа была. Жить как можно дальше от Содома. И Бог к нему благоволил. И он стал отцом всех верующих. Мне очень нравится пример, когда-то Валентин Яковлевич вот его приводил, у меня как-то отложился в сердце, как однажды императрица российская искала кучера. И сделала конкурс на лучшего кучера. Каждый кучер, там была траектория пути над пропастью, должен был провести свою колесницу по этой траектории и показать, как он мастерски владеет этим искусством. И каждый кучер хотел показать, какой он ловкач, как он может одним колесом прямо по краю пропасти проехать. А один был очень благоразумный кучер и удалился в самое безопасное расстояние как можно дальше от края пропасти. И она говорит, вот он и будет моим кучером. Ей понравилось, что он не стал рисковать своей жизнью. Если он не рискует своей жизнью, он не будет рисковать жизнью своей императрицы. Братья и сестры, если мы думаем, что мы спасенные и спасены навеки и свое спасение потерять не можем, поэтому я не боюсь ходить по краю пропасти, это ущербное мышление, это ущербное христианство, это люди, которым Бог не благоволит, это люди, которые страдают большим недостатком мудрости. У кого недостает мудрости, допросит у Бога, дающие всем просто и без упреков. И Бог покажет, что Бог благоволит. Мудрость-то как раз состоит в том, чтобы не искушать Бога, не ходить по краю пропасти, а удаляться как можно дальше. Убегать от греха, как это делал Иосиф, когда оставил свои одежды в руках грешницы и убежал. Юношеских походей убегай, а не уходи, огадываясь по сторонам, широко разинув рот на всякие пошлые анекдоты, рекламы и так далее, убегая без оглядки. Вот Бог чему благоволит, вот такая позиция Богу нравится. И вот мы умем, друзья, отличать фальшивые купюры от нефальшивых купюр, а вот умим ли мы отличать фальшивое богословие от нефальшивого богословия, от подлинного, истинного, небесной пробы, умим ли мы отличать учение здравое от учения фальшивого, а какой тест на проверку, друзья, если в этом учении нет вот такого элемента, где бы вот закладывалось удаление от сетей смерти, это фальшивка. Из-под какого бы пера богослову оно не вышло. Если там такое либеральное закладывается, не бойся, спасение потерять не можешь, Бог тебе все равно в книге жизни написал, это фальшивка. А если там есть такой радикализм по отношению к греху, крайняя позиция по отношению к господствующему миру, истинной похоти, это истинное учение, это истинно небесная проба, это истина, исходящая под водительством Духа Святого. Так тут написано, учение мудрого, оно содержит в себе вот этот радикализм по отношению к греху, по отношению к сетям смерти. И вот сегодня у меня слово, и документы, и уроки истории на тему о сетях смерти. Друзья, только те в этих сетях смерти не запутались, которые удалялись. А те, кто хитрили и лукавого мудрствовали, что, а, я человек сильный, духовный, я знаю, где вовремя можно остановиться, нельзя быть таким крайним, можно и заигрывать с грехом, но знать просто пределы допустимого, они и запутались, они и пойманы были. Говорят, что на памятнике украинского мыслителя, богослова, поэта, летописца, Григория Сковороды написаны такие слова, мир хотел меня поймать и не поймал. Друзья, как хорошо, если мы пройдем по жизни и в конце своей жизни скажем, мир хотел меня поймать в эти сети смерти и не поймал. Он избавит тебя от сети ловца, 90-й псалом, 3-й стих. Кого избавит? Удаляющихся. Те, которые не уклоняются от зла, а удаляются от зла. Отче Мои всегда Господу, ибо Он извлекает и сеть ноги Мои. Молился Давид, 24-й псалом, 15-й стих. Вот в Писании, друзья, когда мы изучали, я когда изучал книгу-притч, то я нашел там 14 сетей смерти, от которых отец хотел, чтобы сын его удалился. Юноша в начале пути, он его наставлял, как бы путевые знаки расставил, знаки о грядущей опасности. Когда водитель едет, видит знак, предупреждает, скользкая дорога, крутой поворот, обрыв, оползень, так и отец сыну расставил эти знаки. О разных опасностях. Это очень полезная книга для молодежи, но не только для молодежи. Вот о некоторых сетях, от которых отец желал, чтобы сын его удалился и не запутался. Я бы хотел напомнить очень коротко, а потом как бы о теории к практике, уже к документам, к новейшей истории. Книга-притч, 20-я глава, 25-й стих. Сеть для человека поспешно давать обет, а после обета обдумывать. Сеть. Поспешные обеты. Вы помните, когда Иисус Новин пообещал жителям Гаваона, заключил с ним завет, а написано «А Господа не вопросили». Это 9-я глава, 14-й стих. А Господа обет дали, пообещали, а потом поняли, что попали в сеть. И вы знаете, заключенный в завет с жителями Гаваона, он был продолжительным, и когда Саул истреблял Гаванитян Бог в царстве Давида наказывал голодом, потому что завет был, поспешный завет, но в сеть попали. Вожди, друзья, наша опытность, наш опыт христианской жизни, он может, бывает, знаете, сыграть очень плохую роль в нашей жизни. Мы полагаемся на опыт, все, я человек, а все, а знаете, Амир настолько коварен, что обманули нас очень легко, когда мы все-таки Господа не вопрошаем, внутренне молимся. Господи, помоги распознать мне этого человека, помоги мне распознать эту душу, чтобы никто из посторонних не мог пристать в церкви. Помоги мне познать, проникнуть вот в это явление или в этот вопрос. Что мне предлагается? Одна сестра пришла, хотела устроиться на работу уборщицы, это была история у нас в Москве, искала по объявлениям работу поближе к дому и предложили в институте и таком-то, таком-то работу уборщицы. А когда пришла в отдел кадров, оказалось, что это служба контрразведки Российской Федерации. И ей говорят, подпишите вот такое маленькое обязательство, что если какие-то иностранные граждане будут с вами входить в контакт, вы немедленно будете об этом сообщать в наши органы, потому что у нас такая специфика, такая служба, контрразведка и так далее, давайте обязательство оформим, об этом знать никто не будет. Я на подписал, а потом пришла в церковь, а к нам приехала группа иностранцев из Америки, участвовали в собрании, а она теперь уже под обязательством, а обязательства хранятся в несгораемых сейфах 50 лет, человек умрет, а еще после смерти эти обязательства будут храниться, они никуда не исчезают. И она что делать? Дом пообещала, а раздал обет, выполняй, доноси, будь теперь стукачом, будь этим негласным, насведомителем в церкви. Так получается? В вечере Господне надо участвовать. Пообещала. И она с вопросом, что мне делать? Пришла потом посылки из Голландии на ее адрес Библии, Евангелия, путешествия, Пилигрима, я об этом надо доносить, ты же обязательства подписала, мы говорим, сестра. Бог из любой сети человека высвобождает. Есть выход из любой дьявольской сети. Не даст ли им Бог покаяния, чтобы они освободились от сети дьявола, так написано. Первое, что вам надо сделать, покаяться, потом пойти туда и расторгнуть свои обязательства. Расторгнуть. Если вы этого не делаете, вы в вечере участвовать, не можете членом церкви быть, не можете нам бесплатных осведомителей во Ватаре Господне, не нужно. Почему вы сначала не пришли в церковь к служителю, не посоветовались? Прежде чем давать обед, почему вы не посоветовались с нами раньше? Сеть для человека поспешно давать обед, а потом думать, а как выйти из этой сети? Друзья, это опрометчивость. Бог хочет, чтобы мы были неопрометчивыми людьми, чтобы мы имели навык, если сами не разбираемся в каких-то вопросах, советоваться с теми, кому Бог верил быть сторожами церкви. Боязнь пред людьми, друзья, сеть. Книга-притч, 29 глава, 25 стих. Боязнь пред людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Друзья, боязнь пред людьми, она покушается на наше искривление в служении Богу. Страх исповедовать грех, иудеи обрезали, чтобы не страдать, извращали писание в годы гонения, чтобы не страдать, благоразумный вид беду и укрывается. Я помню, прочитал один документ Левенданта, Николай, он был уполномоченный всех Бенов в Прибалтике, во время войны он там был назначен за три республики, Эстонию, Литву, Латвию, и курировал вопросы баптистского движения в Прибалтике. И вот, было в военное время собрано совещание пресвитеров, нужно было старшего пресвитера избрать, избрали, и он дает ему пожелание такое. Брат, был тверд и очень мужество, но помни, что когда дует ветер, деревья ломаются, даже очень твердые, а когда дует очень сильный ветер, тогда даже очень крепкие деревья ломаются, не ломаются лишь те деревья, которые могут во время бури пригнуться к земле, а буря прошла, и они опять встали. Ты будь тверд, но во время бури пригнись, пригнись, не такие, как ты ломались. Я так читаю, и ужас вот в душе, знаете, какая мысль? Господи, это же учение пригнувшегося братства, пригнувшегося христианства, пригнувшегося от страха. А вот трое юноши, все упали, все пригнулись перед золотыми стуканами, а эти молодые не гнутся, не гнутся, стоят во весь свой рост. И что? Они не гнутся, не сгибаемы, не потому что сильнее тех, кто упали, не потому что они в гордости своей стояли и стоят прямо, а потому что в немощах держатся крепко за руку Божию. Вот оно, богословие не сгибаемого христианства. Не бойся, гай, убивающих тело твое. Не бойся гнутся те, кто не имеет упования на Бога. Вот смотрите, как страх рождает богословие, страх рождает вот такое движение пригнувшегося христианства. Боязнь пред людьми ставит сеть. Не бойся исповедовать грехи свои, не бойся каяться, не бойся исповедовать имя Иисуса Христа перед народом, и ты будешь облечен силой свыше. Мне было очень приятно познакомиться с одним юношей, это было на Дальнем Востоке, Петропавловск-Камчатский, пришел из армии юноша, перестал перед церковью, спрашивают у него, братишка, Бог тебе дал милость быть ему верным? Да, конечно. А какие у тебя были испытания в армии, поделись. Он говорит, как только попал в армию, об этом узнали, что не будут принимать присягу, и стали немножко и по кабинетам беседовать, и разные, ну, разные испытания. Вот одно из них, всех солдат выстроили, чтобы они пели строевые песни, и говорят солдатам, вы будете ходить, маршировать, вот, жара, в сапогах, в солдатской шинель, все, ну, город Ушуриц, вы будете ходить до тех пор, пока Аксинин не запоет, а не поет, а я не пою. Я марширую, но не пою строевые песни. Вы будете маршировать, пока он не запоет. А я же понимаю, что они потом, ну, на мне ночью, все свои чувства, эмоции, это сказать, вот я в казарме это почувствую на себе, и вот над ними теперь издевается, чтобы их руками меня как-то вот унизить, побить, избить, создать такие невыносимые условия в казарме. Я, молюсь, Господи, ну, как мне выйти из этого искушения, как мне быть? И мне легла на сердце мысль запеть, и я запел. Дружба верная, радость полная, только под рукой Всевышняя. Хорошая, говорит, строевая песня. Отличная, говорит, строевая песня. Они свое поют, а я свое пою. Замполит увидел, радуется, что, говорит, Аксинин запел. Все, говорит, закончилось. А ему солдат говорит, глупый, ты хоть послушал бы, что он поет, он же все равно про свое. Друзья, вот что значит, когда человек не имеет боязни, не имеет боязни, он не один в поле воин, он один, но облечен силой свыше, это наш простой 18-летний солдатик. И смотрите, Бог на его стороне. Как Бог облекает такой силой, да, какие чудеса в жизни. Боязнь пред людьми, она многих сильных повергла в опрах. Многие согнулись в трудные годы, чтобы не страдать. Друзья, это страшная сеть. Еще есть одна сеть, это сеть развращения. Отец сына предупредил об этой сети в книге-притч в глубине преисподней зазванной ею. А в другом месте написано, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Многие юноши попались в эту сеть, и часто церковь не может рукоположить на служение кого-то, потому что в юности были уловлены в этой сети. Грехи юности мои, говорит Давид, не вспоминай, да? И отец очень хотел, чтобы юноша прошел безопасно по юности, не запутался в этой сети. Вы знаете, какие предпосылки у людей, которые запутываются в этих сетях? Это блуждающий взгляд, пресыщение и сонливость. Это предпосылки к греху развращения. Это, вот об этом написано в книге Придж, 23 глава, 21 стих. Вот это состояние, сонливость, пресыщение и блуждающий взгляд, оно ведет к 33 стиху. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, сердце твое заговорит развратное. То есть, если мы спим сколько хотим, если едим сколько хотим, никакой дисциплины, не знаем, что такое пост и молитва, не обуздываем свое тело, если у нас нет дисциплины по отношению к своему телу, сонливость и пресыщение это предпосылки к развращению. К развращению. Глаза будут смотреть на чужих жен. Все. В группе риски человек находится. И какое спасение? Пост, молитва, дисциплина. Спать, есть. Вот еще написано, что в книге Изекиилия, 16 глава, 49 стих. Вот в чем было беззаконие Содома, сестры твоей, дочери. В гордости пресыщение и праздности. Праздность мать всех пороков. Праздность. Она ведет тоже к развращению, к Содому. Друзья, есть еще разные сети. Например, это одна из пагубных сетей, это гордость, друзья. Гордость. Гордость предшествует падению. Вы знаете, вакцина от гордости какая? Это быть малым в глазах своих. Первая книга Царств, 15 глава, 17 стих. Не малым ли был ты в глазах твоих, когда избрал я тебя царем. Быть мало в глазах твоих. Мне очень понравилась из биографии Вильяма Корея, миссионера Индии, один эпизод. В его биографии Вильяма Корректор А. Вильяма Корректор А.